Это очень важно, на самом деле, когда за вкусной пиццей, суши, кино, игрушками и так далее, и так далее, пивом стоят крутые люди. Я хочу пригласить на сцену сооснователя ниндзя-вок, ниндзя-пицца, ниндзя-суши Алексея Костылева. Громко, громко, громко! Тебе кликер. Все, сцена твоя. Ребята, всем привет. Меня хорошо слышно? Всем привет. Меня зовут Алексей Костылев. Я сооснователь таких брендов, как ниндзя-суши, которому уже в октябре исполняется три года, ниндзя-вок, которому в этом октябре исполняется год, и ниндзя-пицца, которую мы запускаем в этот октябрь тоже. В общем, мой спич на тему, почему франшиза не всегда лучший способ масштабирования, она немножко кринжовая, если честно. Я вам объясню. Только что, буквально 15 минут назад, я стоял на входе, если я не ошибаюсь, вы заходили, я вас увидел, и вы открыли дверь своему другу и сказали, добро пожаловать в мир сказок и иллюзий. Мне очень, ну, это понравилось, потому что франшиза в большинстве случаев это завышенные показатели, которые вам предоставляет бренд, к которому вы обращались, для того, чтобы продать свою франшизу. В моем понимании франшиза не всегда хорошо, я объясню, почему. Это можно вместить буквально в одну минуту. Франшиза дает тебе ограничения, франшиза – это бизнес, в который ты инвестируешь, это не твое детище, оно совершенно без души. У тебя есть ограничения в развитии, в маркетинге, в креативах, в каком-то видении, в подходе, во времени работы и так далее, и так далее, и так далее. Мне, моей компании, нашей компании, моим партнерам, моей команде не подходит просто такой подход. Но в то же время франшиза – это неплохо, это хорошо. Почему это хорошо? Я уверен, вам многие спикеры сегодня рассказывали об этом. У нас есть большой опыт, мы открылись за три года в Киеве, в Харькове, в Днепре, в Одессе, в Москве, в Краснодаре, в Ростове-на-Дону, в Баку и в Воронеже. Спасибо. Опять немножко кринж. Когда я слышу там вопросы, опять-таки озвучиваю тему. Если вы не хотите делать свой уникальный, качественный продукт, о котором вы мечтали, который вы хотите подарить рынку, которым вы хотите накормить людей, это первое. Вам не стоит тогда заниматься своим бизнесом, вам стоит приобрести франшизу. Если вы не хотите зарабатывать больше, чем вы можете, потому что для меня прибыль – это ключевая составляющая. Многие говорят о прибыли, многие говорят об идее, цель, миссии и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то рассказывает про рои и воронки, кто-то рассказывает про силу бренда, но все сводится к тому, что вы создаете бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы от этого кайфовать. Поэтому, в принципе, это такой краткий ответ на вопрос, на тему, которую я сегодня вам озвучивал. У нас есть небольшая презентация нашей компании, чем мы занимаемся, почему мы считаемся лидером на рынке. И эту презентацию я попрошу, чтобы организаторы вам скинули всем, кто приобрел билеты на сегодняшнее мероприятие. Дальше я бы хотел продолжить, отвечая на ваши вопросы. Смотри, у тебя сейчас планируется запуск Ninja Pizza. Новый продукт, который мы уже полгода у тебя смотрим в Инстаграме. Что происходит, кстати, с пиццей, которую вы делаете на проработке? Вы съедаете все? Да, мы съедаем всю пиццу, мы приглашаем топ-менеджеров, которые работают в нашей компании, устраиваем проработку, собираем фидбэк от наших друзей, от наших клиентов, которые заказывают суши, которые заказывают том-ямы, которые любят пиццу. После этого мы прорабатываем… Слушай, там очень много работы. Проработать там четыре вида теста, определиться с пиццами, которые у тебя будут, определиться там с разными другими моментами. Например, там макать бортик в какую-то сырную коробочку. То есть стоит ли это делать или нет? Как вы это решили? Мы решили этого не делать. Я считаю, что это мувитоны, это прошлый век. Конечно, эта модель тоже применима, но в нашем случае я считаю, что вот это вот макание бортиков, это, конечно, весело, но на дворе 21-й год, и уже пора немножко все эти стереотипы разрушать. Многие возят пиццу, например, там в… То есть изначально это была там неаполитанская пицца, ее начинают привозить клиентам в американских коробках, да, то есть нет вот этой камерной истории, которая может рассказать о том, какой же у тебя на самом деле продукт. Это просто перекус, это просто бизнес, или за этим стоит какая-то история, за этим стоит какой-то бренд, за этим стоит готовый персонаж, за этим стоит клиентский сервис. И после того, как люди оформляют заказ, помимо качества продукта, вкусовых качеств, его нужно грамотно доставить. Это все огромный кусок работы. И если говорить о франшизе, опять-таки, возвращаясь к тому вопросу, за которого мы тут все собрались, тяжело держать качество продукта, отдавая свой продукт в руки предпринимателям, бизнесменам, которые хотят инвестировать в твой бренд, как в однокомнатную квартиру. То есть как-то так это выглядит. Для меня заморозить деньги в однокомнатных квартирах в бетоне, это как-то странно. Ну, в смысле, типа 12 лет ждать, серьезно, пока ты начнешь зарабатывать 10 тысяч гривен в месяц. Ребята, жизнь одна, она коротка, как детская рубашка. И если вы не начнете развивать свое любимое дело, если не начнете экспериментировать, то будут горы. Вот так вот. Ну, ты приехал немножко позже, мы анонсировали развитие управленческих моделей, но это отдельный стой. Я еще хотел спросить у тебя, что для тебя важно, кроме прибыли, вот ты говоришь, прибыль для тебя важна. Когда ты запускаешь новый проект, вот Ninja Pizza, на что ты там обращал внимание, на какие параметры, на какие показатели? Привет, Димон, сразу тебя не увидел. Дима, Планета Кино, кстати, человек, который поддержал наши коллаборации. Мы приехали с ним на встречу в The Cake, и я говорю, Димон, мы бы хотели сделать крутую коллаборацию, сделать допремьерный показ «Звездных войн» в ваших кинотеатрах, сделать оформление и дарить билеты. Мы тогда нашли общий язык в течение буквально 5-7 минут. Дима сказал, вперед, делайте. И это один из пунктов, который очень важен, когда ты строишь свой бренд. Опять-таки, во франшизе у вас бы было очень много ограничений, вам бы не разрешили этого сделать. Теперь возвращаемся к твоему вопросу. Встань и иди, хочется сказать. Что тебе важно? Какие параметры в бизнесе? Какие параметры в бизнесе мне важны? Это, конечно же, твоя репутация. Это сегмент, в котором ты работаешь. Мы премиум доставка. Мы не работаем с агрегаторами доставок. Мы не работаем с сомнительными компаниями, которые предлагают инфлюис маркетинг. Мы не работаем по франшизам. Если хотите, я вам расскажу сейчас очень крутой кейс, как мы обожглись. В каждом городе у нас есть управляющий партнер, который следит за бизнесом, повара, шеф-повара. Проходят обучение онлайн. В эти города приезжают наши су-шефы. Шефы обучают, вводят новое меню. Весь маркетинг завязан на Киеве. Весь Киев контролирует все города, которые я вам озвучивал. И вот в Баку как-то раз мы нашли партнеров. Они прилетели к нам из Баку. Они рассказали свой бэкграунд о том, что они просто копчены от того, какие мы крутые. И они хотели бы с нами сотрудничать. И вообще мы нереальные. Давайте вместе откроемся в Баку. Мы открылись вместе в Баку, поверили этим предпринимателям. И в будущем, буквально через год, эти ребята украли у нас технологические карты, украли меню и открылись в городе Донецк. Сначала они открыли премиальную доставку, в скобках. А после открыли и доставку низкого качества для того, чтобы, наверное, прогонять остатки. Я не знаю, как это работает. Очень интересно было, что эту компашку сдали же администраторы, которые работали в Баку. И первый ролл мы увидели. Мой партнер Дима придумал ролл, он называется Ниндзя. И мы увидели этот ролл Ниндзя в Донецке. То есть эту историю я могу отнести к минусам, которые мы получили, не обращаясь к таким компаниям, как Френч. Потому что, опять-таки, я хочу донести, что история с франшизой – это та история, которую надо грамотно упаковать. Кто-то это будет называть франшизой, кто-то будет это называть партнерством. В нашем случае это партнерство, которое мы очень любим, ценим. Но даже мы обжигались, и после того, как мы узнали, что нас обманули на территории Баку, мы просто взяли и закрыли доставку на территории Баку. Просто закрыли. Нас это обидело, назовем это так. Нам хотелось это сделать и показать «Who's the boss?», как говорится. Поэтому, когда у тебя нет франшизы, ты босс. Если ты покупаешь франшизу, то будь готов к куче подводных камней. Рома вам потом расскажет. Так, давай немножко прервем бесконечный хейт франшизы. У нас есть вопрос в зале. Нет, нет, это не бесконечный хейт франшизы. Это просто разные подходы, разные взгляды на бизнес. И я не устаю рассказывать о том, что бывает разный продукт, бывает разное качество. Многие, например, китайская модель предлагает вам продукт низкого качества, соответственно, за низкую цену. Может быть там франшиза, это будет круто. Когда ты стоишь премиальный бренд, когда об этом знают все, когда все равняются на тебя, когда все тебя копируют, то я думаю, что все-таки стоит немножко поднапрячься, собрать крутую команду и развиваться самому. Все, я больше не буду ходить. Управленческая модель. Вот Планета Кино, ты знаешь, франшизу запускают? Знаю, да. Круто. И классный попкорн запустили, кстати. Реклама очень крутая. Я до сих пор смотрю с удовольствием. У нас есть вопрос в зале. Если кто-то еще хочет, подходите ко мне. Вот если вы купите франшизу у Планеты Кино, то вам не разрешат делать рекламу без утверждения Планеты Кино. Она, кстати, крутая. Они все сами будут делать. Круто. Давайте вопрос вы. Да, скажите, что вы порекомендуете, если есть бизнес, он упакован, уже там есть какой-то жизненный цикл, есть цифры, он понятно, как его масштабировать, но так же ты болеешь за этот бизнес, не хочешь, чтобы там франшизи или кто-то другой там… Ухортил его, да? Да, испортил качество, все остальное. То есть хочется делать классный сервис, классный продукт и расти. Он уже упакован, его можно масштабировать, но нет денег. Франшизу как-то стрёмно продавать, а денег на масштабирование не хватает. Что вы рекомендуете? В первой части вы рассказывали, что у бизнеса уже есть какой-то роудмап, соответственно вам надо рассказать о вашей прибыли, может быть не здесь, не в микрофон, может быть вам надо обратиться к специалистам, провести какой-то аудит. Но в любом случае для того, чтобы открыть бизнес, я свои деньги откладывал, когда работал наемным сотрудником в компаниях. После того, как мы начали зарабатывать свои первые деньги, я уже об этом говорил, что изначально, когда мы открылись, в первый месяц у нас четверо в компании, четверо партнеров, мы заработали около по 43 тысячи гривен. И мы такие, вау, прикольно, классно. То, что есть сейчас, это уже несопоставимые цифры с тем, что было когда-то, но все деньги мы до сих пор реинвестируем. Уже третий год там компания Ninja Sushi, мы всегда их реинвестируем. Поэтому, наверное, вам надо увеличить прибыль инструментами, с помощью крутых маркетологов, воронки, все эти вещи, ROI, KPI, проконтролить свою команду, нанять крутых специалистов, заработать деньги и инвестировать их дальше. Леша, смотри, у тебя, у вас с партнерами, вот, получается, уже будут эти три бренда, и ты говорил, что вы планируете на этом остановиться. Мы хотим закрыть эту камерную историю, потому что Ninja Pizza, Ninja Sushi, Ninja Vogue это три самых популярных продукта в мире. Я уже рассказывал как-то у тебя на интервью, Sushi, Pizza и Vogue это три самых популярных заказываемых продукта в мире домой. Это вечеринка, это бизнес-ланч, это свидание, это просмотр фильма, это прогулка в парке, это три самых заказываемых продукта. Если мы начнем распыляться дальше, как делают некоторые, там, например, Ninja Moyka, Ninja Barber, ну, такое, я думаю, что это неправильно. Мы растеряем свою камерность и испортим свой имидж. Роман. Леша, спасибо, у нас еще один вопрос, давайте. Добрый день. Ого, у вас записничок, не заставляйте меня нервничать. Конкретные вопросы. Сколько времени в минутах уходит на доставку у курьера? Конечно, у меня сейчас здесь все записано. Шучу. Смотрите, когда мы открылись, мы попадали в такие промежутки времени, как два, три, даже четыре часа. Сейчас заявленное время доставки 45 минут. Для того, чтобы приехать раньше, мы делаем все возможное. Мы не пользуемся агрегаторами доставок, мы используем электросамокаты, мы заказываем электровелосипеды, мы привлекаем пеших курьеров и так далее, и так далее, и так далее. Время доставки зависит от количества точек и логистики. Это совершенно отдельное направление, о котором можно рассказывать целый день. Направление логистики – это очень серьезная и болезненная тема. Например, я Роме рассказывал, курьер может просто взять заказы, отвезти их, развести, забрать деньги и не вернуть их в кассу, и больше никогда не выйти на работу. То есть такая история. Курьер, который работает в компании недолгий промежуток времени, он может проснуться 1 января, там, допустим, 30% курьеров из общего штата, и сказать, слушай, да я сегодня не выйду. Ты ему говоришь, ты уволен. Он говорит, окей, happy new year, у меня все нормально, братан. То есть вот так вот. Есть разные истории, которые связаны с логистикой. Круто. Это полчаса. На кого стоит равняться по доставке? Это точно Domino's Pizza. Это компания, которую я, ну лично, мне такой продукт не нравится, но он хорош. Он хорош для рынка, он хорош для масс-маркета. Так вот, у компании Domino's около 43 или 46 точек производства пиц. И они попадают в этот промежуток полчаса. Мы тоже в него попадаем, но у нас там точек 12-13, грубо говоря, которые некоторые совмещены. Для того, чтобы дойти к показателю полчаса, это круто считается, нужно очень много открыть точек по логистике. Вот, в принципе, такое правило. И второй вопрос. Сильно ли влияет скорость доставки на лояльность клиента к бренду? Да, слушай, я тебе так скажу. Со времен пандемии, когда два года назад наша планета начала жить по-другому, люди очень остро реагируют на опоздание. Опоздание в одну минуту может привести клиента просто в ярость. Я тебе говорю, он просто будет рвать на себе волосы. Если его еще не предупредили, все, тушите свет в городе Новый Шериф, это будет просто, ну, салун на диком западе. Здесь сразу будут разборки, здесь будет сам сразу обвинение, здесь сразу будут культивировать те проблемы, с которыми столкнулся клиент. Для клиента сейчас, в данный момент, очень важно не только качество и время доставки, а также эмоции, которые он получает. Клиентский сервис, все это вместе, вот эта вот синергия всех этих пунктов, о которых я говорил, они, впрочем, развивают твой бренд. Если говорить о том, кто сколько готов ждать, не знаю, это все индивидуально. Я не могу тебе сказать, что британские ученые сказали о том, что 13% любят пиццу и готовы ее подождать, если это доминос, но готовы переплатить, если это настоящая там неаполитанская пицца. Но люди ждать не любят. Сейчас очень много конкурентов на рынке, и если ты не делаешь все вовремя, если ты не делаешь все правильно, ладно, если ты ошибся. С того момента, когда клиент заказал твой продукт, еще проходят несколько интересных и сложных этапов. Это попадание заказа в CRM, это обработка заказа операторами. Если это мобильное приложение или сайт, это легкий приятный интерфейс, это несколько кликов. Если это телефон, то это возможность оператора познакомить тебя с новинками, продать тебе дополнительное сырье, дополнительный продукт, а также предупредить тебя о каких-то последствиях и узнать, есть ли у тебя аллергия. Но насколько люди лояльны к качеству в соотношении с временем доставки, я не могу сказать точные цифры. Мне кажется, что это не очень хорошо опаздывать и делать плохой продукт. Вот так вот, спасибо. Леш, спасибо тебе. Слушай, я не спросил самое главное, кто хоть раз в жизни заказывал ниндзя суши или ниндзя лог? Есть такие люди здесь? Ну, похлопайте. Круто. Все, кто не заказывал, это значит моя и наша недоработка. Я надеюсь, после этой презентации вы хотя бы посмотрите в интернете, что это за компания. Вы ручку подняли? А, классно. Я думал, я тоже ел или у меня есть вопрос? Спасибо. Мы, кстати, где-то увидели с вами, да? А ты нормально так знакомишься на выступлении? Ты знаешь, я вообще могу здесь раздать стендап, но я не хочу, потому что я кринжанул сходу, когда услышал, что франшиза – это всегда круто. Но я хочу напомнить о том, что франшиза – это действительно хорошо, потому что упаковать франшизу – это объемный кусок работы из-за франшизы. То есть, когда вы платите за франшизу, вы покупаете тот опыт, который получил тот предприниматель, который вам ее продает. Вы должны это понимать. Плюс вы никогда, например, не получите таких же цен на закупку сырья, потому что уже есть имя, уже есть бренд. В общем, тут можно еще рассказывать до утра. Спасибо всем, кто пришел. У меня остается 9 секунд. Я вижу на таймере. Рома, спасибо, что пригласил. Я обязательно попрошу, чтобы вам скинули презентацию, потому что там очень много интересных слайдов. Здесь вы можете посмотреть не только продукт, вы тут можете почитать про качество продукта, про все наши блюда, про наш подход. Вы можете посмотреть такие истории, как нейминг, вы можете узнать о крутых коллаборациях. В общем, здесь все есть. Времени, как я говорил, мало. Спасибо всем, кто пришел. Леш, спасибо тебе большое. Круто. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok